Всем привет, друзья! С вами Солд, вы на канале BestGamePro. Это последнее видео в этом году, и я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Сразу же хочу извиниться за то, что звук будет немножко, ну, не совсем хорошим, тихим, может быть, объемным, может быть, нечистым, потому что сейчас у меня нет возможности подключить себе петличку. Ну, вот такая вот беда произошла. Но, надеюсь, я вас не разочарую в этом ролике. Досмотрите его до конца, будет много интересного. Будет еще один розыгрыш новогодний. Я вам представлю первую в России ферму на 8 карточках 1070 Mining Edition и просто поговорю с вами о том, что такое майнинг и как он меняет нашу жизнь. Поехали! Итак, друзья, основное, что хотел с вами поговорить, это будет некий философский ролик небольшой о том, как майнинг меняет нашу жизнь. Честно, мою жизнь майнинг изменил. Вот вообще криптовалюты и все, что с этим происходит. До того, как я этого не узнал, не столкнулся с этим, я хотя бы спал иногда. Сейчас такой возможности нет. Шутка. На самом деле, это очень такой хороший шанс. Шанс для людей с ограниченными возможностями, для пенсионеров, может быть, для инвалидов, как-то существовать сейчас. Это прям, на самом деле, такой очень интересный выхлоп. Вот, например, берет человек для своего брата-инвалида ферму. Он не может работать, но здесь он может не заниматься и может зарабатывать деньги. Там, бабушка-пенсионер не может зарабатывать денег. Пенсия 9-10 тысяч рублей никак не прожит. Если у нее вот внук, там, от сын поставил ей ферму, она ей приносит какие-то деньги. Это, на самом деле, шикарные возможности. Шикарные возможности для всех и каждого. Майнинг не умрет. Майнинг будет только развиваться. Максимум, вот, все говорят о том, что будут запрещать, это все сломается, загнется. Нет. Максимум, что сделают, это ведут подоходный налог на прибыль. Друзья, это пассивный доход. И даже если мы будем платить с него 13% подоходного налога, я думаю, это особо сильно никого не расстроит. Это, конечно, печально, но это никого особо сильно не расстроит. Потому что это, в любом случае, достаточно сильный, мощный, пассивный доход. В данный момент это практически самый прибыльный бизнес среди всех, который сейчас существует. строители, инженеры, клиенты мои. Один клиент тоже продал свой бизнес автоматами приема платежей, чтобы вложиться в майнинг. И сейчас они все счастливы, и у них все работает, и они зарабатывают деньги пассивно, без особых сильных, ну, головомоек, так скажем. Потому что эти машины работают сами по себе. Кто-то мне говорит, что, например, я устал всю жизнь работать с людьми, и машины молчат, и мне это нравится. Это тоже хорошо. Вы сами делаете выбор, хотите вы так или не хотите. Есть у вас возможности или нет возможности. Сразу скажу, вот меня очень много задают вопросов о том, взять ли кредит мне на то, чтобы взять эту ферму. Да, с точки зрения логики, вы берете там кредит по 10%, ферма вам приносит 25%, вы в любом случае в плюсе, рано или поздно оно вам отобьется. Да, но нет. Я считаю, что на самом деле не стоит. Почему? Как я говорил в одном из роликов, если вы к этому делу подходите, как вкладываете последние, а это получается овер последние деньги, которые вы еще и заняли, вы будете достаточно серьезно страдать в моменты повышения, понижения курсов. Здесь надо либо полностью абстрагироваться к этому, к этому надо подходить с чистой головой, как я об этом говорил и буду говорить все время. По поводу цен. Цены на некоторые вещи, да, действительно сейчас сильно дороже. Вот по поводу тех же самых майнинг и дишинг, сейчас это эксклюзив. И нигде просто вообще их нет. У меня они есть, поэтому как бы ценник сейчас достаточно высокий. Когда они уже появятся в массовости, ценник станет возможно чуть-чуть пониже. Но опять же я не могу это гарантировать, потому что сейчас все дорожает с каждым божьим днем, потому что спрос дикий, а спрос превышает предложение, конкретно сейчас. Просто не хватает карточек, не хватает силы, возможностей успевать делать все и сразу. И цены будут расти дальше. Вот это 100%. Если вы считаете, что сейчас дорого, я вам расскажу такой пример. Сейчас даже вот мы собирали фермы на 8 карточках RX 570. Стоимость такой фермы составляет, ну да, примерно сейчас 240 тысяч рублей. В июне этого года мы собирали ровно такую же ферму, только на 470-х картах и продавали ее по 330 тысяч рублей. И это было очень дешево, потому что цены тогда были вот такие на карты. А были такие, потому что был дефицит. Сейчас немножко был мир более подготовлен к этому, но спрос еще стал выше. Поэтому дефицит опять нарастает, дефицит опять будет. И по поводу карточек тех же самых, где 70 Mining Edition, Сбер их опять выкупил. Есть такая информация, 8 тысяч штук, но не соль. Давайте теперь все-таки о праздничном. Погода, говно, ну честно. Снега нет, Новый год, ну просто, ну не Новый год. Но, друзья, мы сами делаем себе новогоднее настроение. Для того, чтобы отметить его с радостью, с счастьем и с чистой душой войти в Новый год. И для вас я подготовил, ну такой небольшой сюрприз в виде пяти вот таких вот браслетиков Mi Band 2. Вы можете посмотреть мой ролик о том, какой самый лучший подарок на Новый год 2018. Я рассказывал как раз вот об этом устройстве. Оно на самом деле не сверх дорогое. Оно ничего такого себя не особо не представляет. Но оно незаменимое лично для меня в повседневной жизни. И для многих людей, которые им пользуются. Я хочу разыграть вот эти пять Mi Band'ов для вас. Что для этого вам потребуется? Для этого есть несколько простых условий. Первое. Поставить лайк этому видео. Подписаться на мой канал. Оставить комментарий с каким-нибудь поздравлением новогодним. И обычной фразой. Хочу Mi Band. После праздников новогодних, я так предполагаю, 13 января. Сегодня мы подведем итоги данного розыгрыша. И все получат эти Mi Band'ы, кто их выиграет. Так что, друзья, я был бы не против, если бы вы еще поделились этим видео со своими друзьями. Может быть, для них это будет тоже интересной и полезной информацией. Ну а сейчас пойдемте смотреть, как же все-таки выглядит первая в России ферма. Самая лучшая ферма. На самых лучших видеокарточках 1070 Mining Edition. Погнали! Итак, друзья, представляю вам первую в России ферму на 8 картах 1070 Mining Edition. Так как я вам обещал все-таки до конца года снять ролик о том, как же все-таки работать с нашими фермами, у нашей фермы, которой мы собираем, все настроены идентично. Вот просто одинаково. Что будет тот 1060 Mining Edition, RX 570 или 1070 Mining Edition. Сейчас я вам покажу, как они работают и покажу вам выхлоп настоящий. Выхлоп с 8 карт 1070 Mining Edition. Погнали! Итак, друзья, вот так вот выглядит настроенная наша ферма. Ярлычков на каких-то поменьше, на каких-то побольше. Основное, на что стоит заострить внимание, это вот эти ярлычки. ZEC, ZECASH и ETH, SOLO, то бишь ETH. Теперь, в зависимости от того, какую монетку вы собираетесь майнить, а мы, наши фермы, настраиваем только по 2 монетки ZECASH либо ETH, вы выбираете тот или иной батник, запускаете его и у вас начинается настройка. Но, прежде чем это сделать, есть у нас программка MCI AutoBurner. В ней выставлены настройки. У нас есть два профиля. Первый профиль, это на ZECASH. Вот вы можете увидеть его настройки, что Core Voltage у нас 0, Power Limit у нас 100, Температурный лимит 77, ядро процессора разгон Core Clock 180 и Memory Clock 450. Таким образом, вы сможете настроить самый универсальный профиль для майнинга практически всех существующих монет. На втором профиле у нас профиль под эфириум. Также Core Voltage 0, Power Limit 85, Температурный лимит 77, ядро у нас гораздо меньше, потому что в эфире оно особо не требуется, плюс 150, и память плюс 780. Так вот, если мы решили с вами майнить эфир, мы выбираем второй профиль, жмем галочку и сворачиваем AutoBurner. Для того, чтобы вы майнили эфир на своем собственном кошельке, что надо сделать? Вот, например, убираем батник эфира, правой кнопкой мышки по нему, изменить, что мы видим? Пул, вот здесь вот он находится, название пула, которое вы сможете ввести всегда в любом поисковике, в любом браузере, и выйти непосредственно на пул. В правом верхнем углу пула обычно бывает адресная строка, в которую вы вводите поисковая строка, вот этот вот свой кошелек, который вам, опять же, надо поменять на свой, который вы сможете создать на любом возможном кошельке в интернете. Меняете его, и все, ферма майнит вам. Дальше у нас идет название фермы. Название фермы, это вы можете выставить любое, таким образом у вас будет отображаться на пуле имя непосредственно вашей фермы. Ну, это надо, не надо, как хотите. Поменяли, все. Хотим майнить эфир, здесь есть у нас папочка автозагрузка, в которую мы закидываем эфир, открываем, и можем либо сами запустить эфир, либо при включении компьютера эфир будет запускаться автоматически. Итак, друзья, вот мы запустили майнер, подцепились к интернету, и что мы ведем? 319 мегахэши в эфире, 317, 321, 320, 320, каждая карта дает по 40, 68, по 40, 100, какие-то 39, это не очень важно, важна результативность данной фермы. Это самый максимально возможный результат с 8 видеокарт, которые можно получить вообще сейчас, на данный момент в мире. Можем сориентировать и посмотреть среднее число, значение. Среднее значение у нас 318,868 и 319,631 мегахэш в минуту. Значение, оно может вырасти, может быть таким. Погрешность всегда есть 1-2%. В данном случае мы видим погрешность 0,5%, и это очень классно. Ну, собственно говоря, все, друзья. Вы первыми увидели в России самую лучшую ферму, вообще среди всех существующих, которые можно собрать. У меня есть товарищи, которые стали первыми обладателями этой фермы, для кого она собиралась, собственно говоря. Лучше просто невозможно представить. А если видео было вам полезным и интересным, не забывайте подписаться на мой канал, поставить ему лайк, поставить на колокольчик и поделиться им с друзьями. А с вами был Солд. Пока!